...на протяжении всего маршрута. У Алтайского бессмертного полка появился свой гимн. Напомню, эту народную акцию провели впервые в Барнауле в прошлом году. И в этом году, 9 мая, каждый желающий также сможет выйти с портретом своего родственника, фронтовика. Теперь из песни полка, сейчас ее репетируют. Галина Сеуха, одна из первых, услышала гимн, который уже называют народным. Моряк Николай Добросмыслов снова собирается на фронт. Его внучка Анна Добросмыслова записала дедушку в бессмертный полк. Народная акция так вдохновила жительницу Барнаула, что об этом захотелось даже спеть. Идут колонною одной, солнце светит над страной, шагают прадеды, прабабушка со мной. Мелодия родилась сразу, а вот со словами пришлось повоевать. Несколько раз песню переписывали вместе с координаторами акции. Кажется, каждый вписал в нее немного из истории своей семьи. Но судьбы тех, кто сражался за победу, так похожи. Получилось, спели обо всех. Я думаю, что это песня рассуждения, но и с элементами гимна. Потому что припев, он такой объединяющий, который понятен каждому человеку. Татьяна Конюхова прочувствовала песню до каждой ноты, делая аранжировку. Старалась, чтобы гимн получился легко запоминающимся. Сейчас в Алтайском музыкальном колледже выбирают, кто споет его. Варианты разные. От авторского исполнения до целого хора. Мы даже, наверное, не хотели, может быть, чтобы это были профессионалы обученные. Хотели, чтобы это были люди, которые занимаются музыкой. Поскольку это действительно такое народное движение. И исполнять должны, в общем-то, голоса без штампов, что называется. Вперед из песней солдаты шли в бой. Также под звуки патриотичной мелодии спустя больше полувека их портреты пронесут дети и внуки. Гимн бессмертного полка будет звучать 9 мая во время шествия. Чтобы стать его участником, зарегистрируйте своего фронтовика на сайте мойполк.ру. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Галина Симухова, Андрей Кулявин и Дмитрий Саранцев. Вести Алтай. Сегодня в Барнаусском музее времени появился редкий эксперт.